Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Опубликованные накануне протоколы заседания Федрезерва США ожидаемо взволновали рынки. Во-первых, инвесторы убедились, что в ближайшие месяцы в июне и июле предстоит два подъема ставки. А во-вторых, что все участники заседания 3 и 4 мая единогласно поддержали уровень повышения на 50 базисных пунктов. Однако стоит учесть, что именно такие данные рынок и ожидал получить, и что они только лишь подтвердили уже известное ранее. И что главный вывод из документа как раз не в том, что сказано, а в том, чего там нет. Протокол заседания ФРС, безусловно, подчеркнул веру политиков в силу американской экономики. Это подняло настроение на Уолл-стрит. Фондовый рынок США закрыл среду в зеленой зоне роста по всем главным индексам. При этом S&P 500 и NASDAQ поддержал значительный рост акций Amazon на 2,6% и Tesla почти на 5%. Однако после нескольких недель волатильной торговли настроения на фондовых рынках остаются очень неустойчивыми и меняются иногда просто в одночасье. Вот и сегодня в азиатскую сессию четверга вчерашний оптимизм на Уолл-стрит сошел на нет. И, как видим, даже старый и относительно устойчивый Dow Jones тоже поддался общему тренду. Инвесторы все-таки опасаются, что глобальный рост экономики проиграет в борьбе с высокой инфляцией. А некоторые аналитики даже говорят о том, что растущие цены в определенной степени играют на руку Федрезерву США. Высокая инфляция сама ужесточает финансовые условия, повышает доллары и снижает рынок акций. Более того, на трейдеров оказывают влияние даже те данные, которые в последних протоколах ФРС просто нет. А именно, в документе нет четких сигналов того, что ястребинная политика регулятора может пойти выше нынешних ожиданий. Фактически, Центробанк США может даже приостановить текущий цикл повышения уже этой осенью. После того, как протокол майского заседания ФРС таким своеобразным нулевым способом подтвердил возможность паузы после еще двух повышений на полпункта в июне-июле, доллар США мало изменился и сохранил большую часть ранее достигнутых позиций. После кратковременного отскока в среду на обратной корреляции к фондовому рынку в четверг гринбэк консолидируется в районе месячного минимума у отметки в 102 пункта. Индекс доллара, который измеряет курс американца против корзинных валют аналогов, в азиатскую сессию торгуется в узком ценовом коридоре между уровнями 101.94 и 102.27. Протоколы ФРС сюрпризов не преподнесли. Доходность казначейских облигаций также упала с многолетних максимумов. Евро в четверг опускается с месячного максимума против доллара. Аппетиты к риску растут. Все эти факторы мало способствуют росту главной валюты убежища. Поэтому на торгах в Азии на внутридневном графике мы наблюдаем снижение доллара по индексу к уровню 102.06. Тем не менее, из-за рисков для мирового экономического роста спрос на активы убежища без сомнения будут в приоритете. В среду улучшение аппетита к риску на Олл-стрит поставило в уязвимое положение антирисковые валюты американский доллар и японскую иену. Однако страхи перед рецессией никуда не ушли и продолжают сказываться на настроениях инвесторов. В такой ситуации японская иена-убежище тоже получает некоторую поддержку. Кроме того, японская валюта очень чутко реагирует и укрепляется на падение с многолетних максимумов доходности американских трежерис, в то время как доллар США наоборот укрепляется на их росте. И в итоге на фоне суммы всех этих факторов мы наблюдаем снижение на графике доллара к иене. В течение азиатской торговой сессии четверга пара торгуется в пределах уровня поддержки на 126.52 и сопротивления в районе 127.58. На момент подготовки материала к данному видео ее котировки проходили на уровне 126.68 за доллар США. Причем в краткосрочной перспективе нисходящий тренд имеет все шансы на продолжение. В последние моменты американской сессии на падение доллара-убежища сумели укрепиться валюты, связанные с настроениями риска, в том числе и австралийский доллар, протестировавший высоту в районе цены 0,710. Однако затем ози пришлось отступить на фоне снижения на рынках аппетита к риску, а также под давлением внутренних экономических факторов. Среди них главное место занимают очень слабые данные по расходам частного капитала в Австралии за первый квартал. Согласно опубликованным сегодня отчетам, объемы капитальных вложений упали с плюс 1,1% до минус 0,3% в годовом исчислении. Если бы эти данные оказались высокими, они могли бы подтолкнуть Резервный Банк Австралии к ужесточению ставок, что в свою очередь придало бы австралийской валюте импульс роста. Однако, как видим, этого не произошло, и австралиец уступает пункты валютной паре американцу. Цена Ози в азиатскую сессию продолжает падать, продвигаясь в границах внутридневного коридора на 0,757 и 0,7110. На момент подготовки материала к данному видео котировка снизилась к уровню 0,7088. Мы же, в свою очередь, надеемся, что ваша торговля движется только по нарастающей, и что выпуски Инстафорекс ТВ вам в этом помогают. Напоминаем также, что наши аналитики и эксперты также готовы прийти вам на помощь и ответить на ваши вопросы и комментарии. Пишите, оставайтесь на связи и обязательно подключайтесь к нашим следующим видео. До встречи!